Ярко и с размахом, как и положено казакам. Полное погружение в давно ушедшую, но не забытую эпоху. Все это про казачью ярмарку, которая расположилась сегодня вдоль Борисоглебского озера. Мы привезли очень много. Настоящая деревенская посуда, игрушки, всякие традиции. Вот, к примеру, вот это вот шептунчик. Это стариннейшая русская традиция. Все нужно потихонечку прошептать свое самое заветное желание. А почему шептали? А шептали, потому что наши предки считали, что мы со всех сторон окружены бесовщиной. Если бесовщина услышит, что у православянской души появилось желание, то она сделает все, чтобы желание не сголосит. Прошептать. После этого я даю обязательно зернышки пшенички, насыпать туда пшеницы, и ваше желание будет поддержано хлебом. Олег из города Ростов-на-Дону на ярмарке представлял людям настоящие донские и кубанские нагайки и папахи. Без сувенирных продукций, конечно же, тоже не обошлось. Рады, что состоялся фестиваль, который переносился. Огорчены, что немножко не хватает дня города в этот день. Ну, будем стараться, что фестиваль изменит и наполнит настроением, компенсирует все ожидания. Погода сегодня выдалась по-настоящему теплая. Поэтому жители Раменского с удовольствием посетили казачью ярмарку и приобрели себе много уникальных вещей для своего домашнего интерьера. Мария не первый год приводит свою дочку Анастасию на данное мероприятие. Настя уже была на таком мероприятии с бабушкой и с дедушкой. Это было несколько лет назад. Но теперь мы пришли с ней вместе. Для нее это очень интересно. Для меня тоже посмотреть культуру, казачьи тем более. Внизу мы уже смотрели, как проходила джигитовка. Очень интересно. Ну, и Настя, наверное, скажет о празднике. Этот праздник очень интересный. Сегодня в течение всего дня в Раменском городском парке и его окрестностях фестиваль казаков будет гуляться на широкую ногу. Кульминацией дня станет гала-концерт, который будет сопровождаться лазерным шоу. Его начало на площадке Лира намечено на 19.00. Егор Кабанов, Алена Иванова, Дмитрий Курунов и Игорь Чернышев. Для программы «Городские вести».